Всем привет! И сегодня я поделюсь с вами рецептом ржаного десертного хлеба с сухофруктами и орехами. Рецепт этого хлеба уже есть на моем канале и он называется земгольский, но готовила я его подовым способом, а этот вариант будет именно для формы. Приготовление этого хлеба можно разделить на несколько этапов. Сначала готовим заварку, потом подготавливаем опару, это все делаем вечером, а утром уже замешиваем тесто для хлеба. И поэтому сейчас я начну приготовление заварки для земгольского хлеба. Сначала нужно взвесить солод, это у меня ржаной ферментированный солод, затем я сюда добавляю ржаную обдирную муку. И потом я добавляю пару грамм кориандра. Кориандр вы можете добавлять по вкусу или вообще его не добавлять. И теперь я добавляю 110 грамм теплой воды. Теперь все перемешайте до однородности. И после этого можно добавить 180 грамм кипятка. Как только всю заварку перемешаете, затем сюда же добавьте 10 грамм ржаной обдирной муки. Такое постепенное добавление ржаной муки в заварку способствует ее быстрому осахариванию. И теперь необходимо эту заварку закрыть крышкой и поставить в духовку при температуре плюс 65 градусов на 2,5 часа. Такую заварку вы можете приготовить или в мультиварке, или в термосе провести осахаривание, или вы можете поставить в йогуртницу. Но я свою заварку всегда готовлю в духовке. Ставлю температуру 65 градусов на 2,5 часа. Через 2,5 часа я духовку выключаю и оставляю заварку остывать до утра прямо в духовке. Если вы будете готовить хлеб через 1-2 дня, то, соответственно, заварку после осахаривания нужно будет охладить до комнатной температуры, а потом поставить в холодильник при температуре плюс 3-4 градуса. Но такую заварку в холодильнике нельзя хранить больше 2 дней. И следующая вечерняя подготовка это приготовление опары. Для ее приготовления понадобится ржаная закваска 100% влажности. Закваска должна находиться на пике своей активности. Затем к закваске я добавляю воду комнатной температуры и добавляю 100 грамм ржаной цельнозерновой муки. Возможно, у вас мука называется ржаная обойная, она тоже подойдет для приготовления опары. Но если цельнозерновой или обойной муки у вас нет, то используйте обдирную ржаную муку и она тоже подойдет для опары. Затем все ингредиенты опары нужно перемешать. Накройте опару затем пленкой и оставьте на 10 часов при температуре плюс 26 градусов. Возможно, у вас опара созреет быстрее, чем за 10 часов, при условии, что в вашем помещении теплее, чем плюс 26 градусов. А возможно, вашей опаре понадобится и больше времени для ее созревания. Если у помещения температура плюс 23, плюс 24 градуса, то, возможно, опара созреет и за 12 часов. Очень важно дождаться, чтобы опара достигла пика своей активности. Это можно будет определить по внешнему ее виду. И последняя вечерняя подготовка – это сухофрукты. Я беру изюм и курагу и заливаю их кипятком на 5 минут. Затем воду сливаю и оставляю сухофрукты просыхать до утра на столе. Утром продолжаем приготовление теста для этого хлеба. Сначала нужно проверить готовность опары. Если ваша опара увеличилась в объеме в 2 раза и более, а поверхность ее стала пористой, то такая опара готова и можно дальше замешивать тесто. И если такую опару перемешать с помощью вилки, то вы сможете увидеть, насколько пористая опара внутри. Также эта опара очень ароматная. И теперь нужно в эту опару добавить заварку, которую готовили тоже вечером. К этому моменту заварка должна остыть до комнатной температуры. Теперь необходимо смешать заварку и опару до однородного состояния. После этого добавьте воду и перемешайте снова все до однородности. Затем добавляем сахар, соль, мед и снова все перемешиваем до однородности. С troopаем вермонтально. С Michigan Суперлит Теперь добавляем муку. Сначала я добавляю муку пшеничную первого сорта, а затем добавляю ржаную обдирную муку. Обращаю ваше внимание, что если у вас нет муки первого сорта, то вы можете использовать муку высшего сорта. И в конце добавляю ржаную обойную муку. Теперь все смешайте до однородности. На этом этапе достаточно просто перемешать муку до однородности, чтобы не оставалось сухих непромисов муки. Это вы можете сделать с помощью силиконовой лопатки или с помощью ложки. Затем в готовое тесто добавьте добавки, которые подготовили вечером. Это сухофрукты и орехи. А затем их перемешайте с основным тестом. Так как это тесто я замешивала в небольшой миске, то сейчас мне нужно переложить все это тесто в миску побольше. И затем эту миску с тестом я накрываю пленкой и оставляю при температуре плюс 28, плюс 30 градусов на полтора часа. За это время тесто должно увеличиться в объеме и стать пористым. Итак, прошло полтора часа брожения теста. Мое тесто очень хорошо разрыхлилось, оно увеличилось в объеме, стало пористым и очень ароматным. И теперь это тесто я могу формовать, то есть раскладывать по формам. Я буду выпекать этот хлеб в двух формах. Одна форма у меня размером L11 и одну форму я взяла L7. Теперь все это тесто я перекладываю на стол. А чтобы удобнее было работать с тестом, я намочила обычной водой. Для формы L11 вам понадобится 580-600 грамм теста. Остаток теста я переложу в форму L7. Но если у вас форма есть L10, то весь остаток теста, то есть 680 грамм, просто переложите в эту форму и хлеб получится выше, чем в форме L7. И сейчас я буду формовать тесто для формы L11. Для этого руки, стол и скребок я смочила водой и приступаю к формовке. Для этого просто нужно свернуть тесто все в рулет, а потом переложить форму. Когда тесто переложили в форму, теперь вверх самой заготовки нужно разгладить с силиконовой лопаткой. А чтобы лопатка не прилипала к тесту, ее периодически смачивайте в воде. Но много воды не заливайте, так как если вода попадает на стенки между заготовкой и формой, то на этом месте могут появиться трещины во время выпечки. Поэтому много воды не используйте. Затем я приступаю к формовке второй заготовки, которую буду укладывать в форму L7. Но еще раз повторюсь, этого теста для формы L7 будет мало и хлеб получится невысокий. Если у вас есть форма L10, то используйте ее для этого количества теста. После того, как я форму заполнила тестом, их необходимо накрыть пленкой. И оставляю эти формы на расстойку на 1 час при температуре плюс 30 градусов. Хотя длительность расстойки этого теста может увеличиться в зависимости от силы вашей закваски, возможно вам понадобится и полтора часа для расстойки этого теста. Ориентируйтесь на появление сверху заготовки крупных пор. И как только сверху заготовки появятся поры, это означает, что она готова к выпечке. Кстати, это тесто не сильно увеличивается ни при расстойке, ни во время выпечки в формах. Поэтому лучше всего ориентироваться на верх заготовки, когда он станет пористым. Итак, прошло у меня полтора часа при температуре плюс 30 градусов. И теперь заготовки мои готовы к выпечке. Для декора я буду использовать обычный трафарет и обычную ржаную муку. Для этого я просто прислоняю трафарет к заготовке и посыпаю мукой. Но предварительно сам трафарет я намочила в воде, для того, чтобы он не прилип к верху заготовки. Но такой декор делать не обязательно и вы можете просто сейчас отправить заготовки в духовку. После того, как я задекорировала верх заготовок, я могу форму отправлять в духовку. Духовку я предварительно разогрела до температуры 250 градусов. И теперь я отправляю форму в духовку. Сначала я выпекаю хлеб при температуре 250 градусов в течение 5 минут с паром, а потом снижаю температуру до 200 градусов и продолжаю выпечку еще 45 минут. Готовность ржаного хлеба я проверяю всегда игольчатым термометром. Сразу после выпечки температура ржаного хлеба должна составлять около 98 градусов. Если время выпечки закончилось, но внутри хлеба еще нет 98 градусов, то форму с хлебом отправьте обратно в духовку еще допекаться на 5 минут. Готовый хлеб я перекладываю на решетку и оставляю остывать минимум на 4-5 часов. За это время хлеб остынет, а мякиш стабилизируется. Поэтому разрезать такой хлеб я буду уже на следующий день. Этот хлеб готовить очень просто, но при этом он получается очень вкусный. Если у вас появились какие-то вопросы по рецепту, по приготовлению или по ингредиентам, то пишите мне в комментариях, я с радостью вам помогу. Я желаю вам вдохновения на кухне и приятного аппетита! До новых встреч! Скоро увидимся!